Всем привет! Многие задают мне вопрос, какой лазерный ювелир из недорогих лучше всего взять. И я решил сделать небольшой обзор и поделиться своим мнением. А для наглядности, я взял лазерный ювелир от бренда Deco LL57 Set 4 в кейсе со штативом. И совсем недорого. У них сейчас скидка и я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Итак, штатив у нас алюминиевый. Все работает исправно. Лазерный уровень идет в жестком кейсе. В наборе идут красные очки для лучшей видимости луча при свете. Зарядное устройство. Внутри мягкая подложка. Ну, в принципе, для бюджетного сегмента кейс выглядит неплохо. Если у вас аккумулятор, а не батарейки, то можно заряжать или просто пользоваться от сети. Также здесь имеются регулировочные ножки неплохого качества. Сбоку находится выключатель. При включении идет разблокировка подвесов. И наш нивелир начинает работать. Благодаря в наличии независимых подвесок, нивелир самовыравнивающий. И при наклоне больше 2 градусов срабатывает светозащитная индикация, оповещая о том, что наклон слишком сильный. И выравниваться он самостоятельно не может. Нивелир способен строить 4 вертикальных линии с перекрестьем вверху и одну горизонтальную. В итоге имеет 5 линий и 6 точек, 6 из которых считается точкой отвеса и проектируется на полу. Ну а сравнивать мы его будем с профессиональным нивелиром. Но здесь, конечно, комплектующая побогаче. Соответственно, и разница в цене. Съемный аккумулятор. Далее зарядное устройство. Ну и куча всяких приспособлений. Также идет штатив и он немного отличается от бюджетного. Здесь имеется уровень по горизонту, ну и центральный. И так, настроим его по горизонту. Вот так вот теперь зафиксируем. Также и среднюю. А здесь у нас все прикручивается напрямую. И регулировать ничего не надо. Как раз для тех, кто только начинает учиться делать ремонты. Итак, включим все наши уровни. На зеленом есть пульт для яркости. Ну а на красном яркость регулируется вручную. Подведем лучи в один уровень. Для сравнения немного убавим зеленый луч. Теперь выключим и настроим красный луч. Немного добавим яркости. Включаем зеленый луч. И идем сравнивать лучи. Я немного сместил их, чтобы было более доступным. Итак, мы видим, совпадают. Далее. Мы включаем следующий луч. Подводим. И также сравниваем. Второй луч тоже показывает правильно. Теперь следующий. Тоже все четко. И четвертый и последний луч. Он также показывает ровно. Теперь все лучи добавляю на всю яркость, чтобы проверить разницу. В принципе, разницы я не заметил. Далее сводим лучи на откос. И здесь все совпало. Теперь сместим лучи в одну линию. Ну и здесь вроде все четко. Первый луч на откосе. Второй на середине. Третий тоже на откосе. Включаем четвертый. И получаем перекрестие на потолке. Получается, что наш нивелир точно откалиброван. И им вполне можно работать. И выполнять серьезные задачи. Кстати, я у них брал очень дешевый шуруповерт. И за время его эксплуатации он показал себя неплохо. Просто неубиваемый. Ну а на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok